Всем привет! Рада видеть вас на моем канале! С вами Миронова Виктория и в этом видео я вам покажу, как я работала вот с этими ногами. Я знаю, что очень многим из вас нравится наблюдать за такими перевоплощениями, когда я работаю вот с такими сложными ногами. Но почему-то многие начинают писать, что это ноги людей без определенного места жительства и еще много каких-то некрасивых слуг. Поэтому я вам хочу сказать, что поверьте, очень много людей с такими ногами, особенно такое наблюдается у людей пожилого возраста. Очень часто такие люди по состоянию своего здоровья не могут самостоятельно обработать себе ногти, а помочь им в этом никто не может, потому что родственники живут либо очень далеко, либо их просто нет. Сразу забегаю наперед и отвечаю вам на вопрос, почему такие люди не обращаются к специалисту. На самом деле есть много разных причин, но самые основные это две. Первой причиной является то, что такие люди стесняются показывать свои ноги мастерам и они считают, что мастера с таким работать не будут. Ну а вторая причина, я думаю, что вам и так всем понятно, это, конечно, финансовая сторона. Услуги подолога либо мастера педикюра стоят немало, поэтому себе не все могут это позволить. Выставляя такие ролики, моя цель не просто показать вам, как я работаю. Я просто хочу достучаться до многих, у кого есть проблемы с ногтями, что этого не нужно стесняться, что не нужно прятать это все в носки, в обувь, что не нужно тем более это все перекрывать цветными покрытиями, а просто нужно пойти к специалисту, чтобы вам помогли решить именно вашу проблему. Знаю, что сейчас многие напишут, что же делать, если все-таки не хватает финансов, чтобы регулярно посещать специалиста. На самом деле есть одно решение и возможно оно вам подойдет. Сейчас, особенно в больших городах, есть очень много разных учебных центров по педикюру, по педологии, куда постоянно требуются модели. Это позволяет очень многим людям ухаживать за своими ногами абсолютно бесплатно, либо же за какую-то минимальную стоимость. Нужно будет рассчитаться только за расходники, там шапочки, перчатки, какую-то одноразовую продукцию. Да, такая процедура будет выполняться чуть дольше, чем если бы вы пошли к обычному мастеру. Потому что ее все-таки будет выполнять ученик и неважно какой у него опыт работы, это все равно человек, который приходит обучаться и будет обучаться какой-то новой технике. Работа будет выполнена все равно хорошо, потому что над головой будет стоять преподаватель и контролировать все действия. Поэтому модели получают всегда очень хороший результат. Поэтому если у вас нет возможности ходить к обычному мастеру, но есть возможность пойти в обучающий центр в качестве модели, то не стесняйтесь, обязательно обращайтесь в такие центры и вам там помогут. Данную процедуру, за которой вы сейчас наблюдаете, я тоже выполняла в школе педикюра. Поэтому в очередной раз прошу вас прощения за то, что я не всегда попадаю в кадр. На самом деле дедушке было очень сложно держать ногу, я подстраивалась под него, поэтому забывала смотреть в кадр и постоянно перестраивать просто камеру. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok